Объединение журналистики «Серебряное перышко дворца детского творчества» участвует в творческой жизни школы «Русатома» примерно 7 лет. И хотя первые шаги на этой платформе были робкими и осторожными, сейчас юные журналисты побеждают в конкурсах проекта, получают новые знания на мастер-классах и фестивалях и с удовольствием знакомятся и общаются с детьми из других городов «Русатома». Дети делают очень мощный рывок в качественном своем образовании, причем не только профессиональные какие-то навыки приобретают, но и мировоззренческие, то есть очень хорошо формируется личность в школе «Русатома», я бы хотела отметить. И поэтому мы ей очень благодарны за это и желаем новых проектов и все большего участия в вовлечении детей в различные проекты школы «Русатома». Детский сад номер 16 знаком с проектом школы «Русатома» практически с момента его основания. В 2013 году они приняли участие в конкурсе образовательных программ, победили в нем выиграв грант на модернизацию образовательной среды. В саду к юбилею школы 13 мая также прошли праздничные мероприятия. Принимали сегодня на своей базе руководители проекта школы «Русатома». Ребята наши, воспитанники провели экскурсию для них, организовали мастер-класс, был флешмоб. Получилось очень празднично, то есть сегодня очень такой торжественный праздничный день, и он всецело ощущается именно как такой хороший большой праздник. В музее ядерного оружия «РФИАЦ» ВНИЭФ чествовали активных участников проекта. Закропотливый труд педагогов с импровизированной сцены поблагодарил глава города Алексей Сафонов, а также представитель ВНИЭФ Игорь Мусин. Наталья Шурочкова рассказала о поездке в 16-й детский сад, в котором одна воспитанница поделилась впечатлениями о занятиях, которые здесь проводят в рамках проекта. А в четверг-пятницу, что в четверг-пятницу у нас обычный детский сад. Поэтому вот то, что наши школы, и причем, когда она рассказывала про это время, и у нас всякие разные интересные занятия, то есть всякие развлечения, умные игры, все, а в четверг-пятницу обычный детский сад. Поэтому тогда, когда такие характеристики есть, и понятно, что это была неотрепетированная история, понятно, это абсолютно. Педагогам вручили благодарности и памятные призы. А в гимназии номер два прошло награждение школьников.